Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы начнем сейчас разговор о последней из новозаветных книг – книге «Апокалипсис» или «Откровение святого Иоанна Богослова». Это одна из самых трудных, спорных книг в Новом Завете, может быть, даже и самая трудная книга в течение двух почти тысячелетий, прошедших со времени его написания. Она вызывала удивительный интерес и ажиотаж, и, я бы сказал, наибольшее количество ошибочных и неадекватных толкований и пониманий этой книги. Вот, поэтому, прежде чем мы, собственно, начнем говорить о конкретных фрагментах текста, мне хотелось бы сейчас несколько слов сказать о книге в целом, о том, что же это такое вообще за явление «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. Книга эта, по мнению большинства исследователей, появилась где-то около середины девяностых годов первого столетия в конце правления императора Домициана. Ориентировочно обычно называют сроки где-то от 92-го до 96-го года первого века нашей эры. Да, это было время, как я уже сказал, правления императора Домициана, которое характеризовалось несколькими важными для христианских общин, так сказать, контекстными обстоятельствами. Во-первых, о существовании христиан уже в это время было более или менее хорошо известно. Во-вторых, уже при Нероне, то есть за 30 лет примерно до времени написания апокалипсиса начались более или менее систематические гонения против христиан, хотя насколько они были систематическими, особенно во времена Домициана, до некоторой степени вопрос. И, может быть, знаете, как некоторые исследователи пишут, гонения были таким шокирующим фактом, что нередко вызывали слегка гипертрофированную реакцию. Но всё же, тем не менее, гонения, без сомнения, и вообще враждебность со стороны римского государства, где в это время пышным цветом процветал культ гения императора, и, в общем, некоторая враждебность со стороны окружающих тоже, это, конечно, самая важная часть исторического контекста. Но ещё нужно заметить, что к 90-м годам первого столетия уже более или менее определилось различие и, я бы сказал, взаимное неприятие друг друга между христианами и иудеями. В синагогальном богослужении где-то уже в 80-е годы появляются разнообразные проклятия против нашего брата. Ну и христиане, соответственно, тоже значительно изменились, потому что всё-таки в очень многих общинах иудеев уже оставалось либо совсем мало, либо вовсе не оставалось. И основным языком, как физически, так и культурно, конечно, в общем, стал для христиан греческий. Теперь в этой обстановке гонений и враждебности, когда даже не обязательно имперские центральные власти, но и, скажем, многие местные власти, например, в Малой Азии, начинают пытаться, если не бороться с христианами, то хотя бы понять, что же это такое за явление, не опасно ли оно для государства. Скажем, из примерного этого же времени известно расследование пления младшего, о котором он писал императору Трояну. И этот документ пления младшего – один из самых ранних источников по истории христианства. Вот в это время в малых христианских общинах, а в большинстве случаев численность их не превышала двух, иногда трёх десятков человек, едва ли больше, лишь в самых крупных городах цивилизованного мира количество христиан достигало одной, двух, трёх сотен человек. В большинстве же случаев это были крошечные общинки, там, 10, 15, 20 человек. Вот эти общины в обстановке враждебности и местами иногда возникающих гонений, в общем, оказываются перед чрезвычайно важным вопросом. Вопрос этот заключается в том, что, с одной стороны, победа Божья совершилась в смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, а, с другой стороны, актуальная история мира, то, что происходит вокруг, совершенно не соотносится с этим. Нарастает и сила, и враждебность не только империи, но и враждебность населения, людей, которые живут вокруг христиан, и, по большей части, из-за того, что нас считают атеистами, что, в общем, в рамках представления той эпохи вполне справедливо, потому что христиане действительно не поклоняются ни земным, ни небесным, ни подземным богам, только единому Богу во Христе Иисусе. Итак, что же означают все эти события, как к этому относиться, к гибели христиан? С одной стороны, существуют слова самого Господа Иисуса, который в беседе на горе Елеонской говорил о том, что так будет, и вас поведут перед царями, приведут перед царями для того, чтобы обвинить за имя моё. А с другой стороны, по-видимому, текст Евангелия и вот этой самой беседы на горе Елеонской не был настолько хорошо ещё известен, чтобы быть самым очевидным ответом на этот вопрос. И вот, по-видимому, потребность в объяснении, в видении того, что происходит в реальной человеческой истории здесь и сейчас, эта потребность была обращена малоазиатскими христианскими общинами. К одному из самых авторитетных для них людей принято думать, что это был апостол-евангелист Иоанн Богослов. Хотя здесь нужно чуть-чуть нам всё-таки остановиться и два слова об авторстве сказать. Дело в том, что традиционная точка зрения, согласно которой вот автором как Евангелия, так и трёх посланий и апокалипсиса, соответственно, был апостол-евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, эта точка зрения, строго говоря, ещё в глубокой древности стала оспариваться, тем более, что мы сейчас ясно представляем себе, что в античности, в поздней, а тем более в раннем средневековье, как правило, имела место тенденция приписывать произведения наиболее известным людям, подходившим по имени. Ещё Дионисий Александрийский писал, что, скорее всего, судя по языку, с его точки зрения, кстати, подтверждаемый лингвистическим анализом современным, не евангелист Иоанн Богослов был автором апокалипсиса, просто потому, что иначе устроен язык в Евангелии от Иоанна, язык достаточно бедный, с одной стороны, но вполне грамматически правильный, а вот об апокалипсисе этого сказать нельзя, и здесь язык не столько бросается в глаза своей бедностью, сколько именно грамматическими ошибками. Да, и вот поэтому тоже в древности возникает представление о некоем человеке полумифическом, полумифическом, которого обычно называют пресвитер Иоанн, то есть, по-нашему говоря, тоже старый человек, евангелист Иоанн Богослов в 90-е годы, уже было хорошо за 80. Вот, некий пресвитер одной из малоазиатских общин, которого тоже звали Иоанн, и который написал вот «Апокалипсис», или, мог быть, это ещё некто третий. Фактически, оснований решать всерьёз вопроса об авторстве у нас нет. Единственное, что мы можем об авторе более или менее твёрдо заключить, происходит из, собственно, текста книги и из того языка, как устроена эта книга, на каком языке она написана. И здесь можно сказать, что автор этой книги, которого звали Иоанн, во-первых, был иудеем по рождению и, по-видимому, по образованию, по системе мыслей, блестяще знал иудейскую культурно-религиозную традицию и литературу соответствующую, и, по-видимому, родным языком для него действительно был арамейский или иврит, но не греческий. Ну вот, собственно говоря, и евангелист Иоанн Богослов, и некий Пресвятый Раан вполне подходят под это описание, а никакой другой достоверной информации у нас нет. Повторяю, еще в самые ранние времена христианские авторитетные писатели начали сомневаться в авторстве евангелиста Иоанна Богослова, хотя, конечно, по сути дела ничего принципиально это не меняет. И еще одно важное предварительное замечание, скорее формальное, касается каноничности этой книги, потому что долгое время у очень большого числа христиан каноничность, принадлежность ее к корпусу новозаветных писаний вызывала огромные сомнения, особенно на востоке христианского мира, если западные христиане в первые столетия довольно спокойно, без колебаний читали эту книгу и включали ее в тогда еще расплывчатый и очень гипотетический канон священных книг, то в восточной части Средиземноморья грекоязычные и тем более сироязычные христиане, как правило, решительно отказывались принимать эту книгу в состав Нового Завета. Тому есть некоторые отчасти исторические, отчасти культурные причины, потому что, конечно, изобилие разнообразных культурных течений на грекоязычном востоке Средиземноморья и особенности характера населявших эллинистический мир людей вели к тому, что, прочитав эту книгу целиком или отдельные ее фрагменты, люди часто теряли всяческую адекватность в своем поведении, в своих взаимоотношениях с Богом, с жизнью, с миром, с другими людьми и начинали куда-нибудь закапываться, чего-то куда-то бежать, да, и, в общем, это приводило к возникновению разных еретических течений, сектантских и тому подобное. Поэтому ничего удивительного в том, что авторитетные христиане христианского востока совершенно не допускали возможность использования этой книги в церковном обиходе. Ну, где-то к концу IV века установилась равновесие. В конечном итоге плодом такого компромисса между восточным и западным христианством было включение западными послания к евреям в состав Нового Завета и восточными апокалипсисами Анна, так сказать, в обмен. Вот. И с тех пор, конечно, книга «Откровение» Иоанна Богослова еще не раз подвергалась сомнениям, в общем, по тем же самым причинам, но все-таки занимает достаточно прочное место в каноне Нового Завета. Хотя обратим внимание на то, что в круг литургических чтений православной церкви эта книга все же так и не была включена. Теперь, может быть, самый важный для понимания апокалипсиса вопрос – это вопрос жанра, потому что очень многие особенности этой книги диктуются именно жанром, диктуются именно тем, как вообще было принято писать апокалиптические книги. Литература, которую сегодня объединяют именем апокалиптики, появляется, вообще говоря, достаточно рано, и, пожалуй, одним из первых, может быть, нормативных произведений, от которого вся эта достаточно обширная традиция берет начало, является книга пророка Изекииля, по крайней мере, ее начальные и конечные части – первые несколько глав и вторая половина сороковых – глав книги пророка Изекииля. На самом деле и Изекииль не был, так сказать, из изобретателем жанра и пользовался многими художественными образами и приемами, которые были достаточно хорошо известны в древней ближневосточной литературе и до Изекииля. Но все же вот, пожалуй, можно было бы сказать, что он первый начал. После него отдельные фрагменты такого жанра мы встречаем и у пророка Иоиля, и у пророков, чьи писания объединены под именем книги пророка Захарии. Ее авторами были, по меньшей мере, два вполне разных и в разное время живших человека. И у того, и у другого, и у первого, и у второго Захарии мы видим тоже проявление этого стиля и жанра, конечно, наиболее известным из ветхозаветных образцов апокалиптического жанра является книга, которую мы называем книгой пророка Даниила, хотя она не является пророческой ни по жанру, ни по происхождению, но сейчас речь не об этом. Наконец, после Даниила расцветает огромное множество книг, многие из которых дошли до нас. Это и книги Енуха, и книги Ездры, и «Завещание Моисея», и книга юбилеев, и значительная часть кумранской литературы. Наконец, и после апокалипсиса, и Анна Богослова, который тоже, в общем, к этому жанру принадлежит, тоже ещё некоторые книги пишутся. Основные идеи для апокалиптики как жанра приблизительно следующие. Во-первых, авторы подобного рода текстов всегда пытаются встать на некоторую надмирную, внемирную точку зрения. Как правило, здесь пишется, что некто, чаще всего ангел, вестник от Бога, ставит данного автора, пророка или писателя на некую удалённую точку, куда-нибудь на вершину горы, и даёт ему возможность увидеть течение мировой истории, ход событий, не так, как видит человек, находящийся внутри этих событий. Обычно автор апокалиптической литературы описывает, если хотите, духовный смысл в контексте священной истории некоторых поворотных событий прошлого и переходит к тому времени, в котором живёт он сам, и естественным образом говорит об этом времени как о последних временах. Это очень важно понимать, потому что когда Иоанн, автор апокалипсиса, пишет 19 столетий назад о последних временах, он имеет в виду свои времена как последние, а вовсе не наши, и вовсе не стоит перед ним задача спрогнозировать хронологию событий, которая будет происходить там когда-то, скоро или не скоро, перед концом времён. Нет, важно включить текущую историю, текущие события жизни вот в контекст священной истории. В этом смысле каждая эпоха пишет себе свой апокалипсис, к сожалению, уже, как правило, постфактум. Теперь ещё одна важная особенность – это непременные требования использовать очень яркие, впечатляющие, масштабные образы, идущие от Иезекииля, но самим Иезекиилем, по всей видимости, заимствованным из шумеро-вавилонской мифологии, потому что сам Иезекииль работал над своими, записывал свои пророчества в Вавилонском плену. Да, и отсюда возникают разнообразные крылатые звери, драконы страшные, какие-то ещё ужасы, выползающие из бездны, и наоборот, там, реки, текущие молоком и мёдом. Всё это – неотъемлемые принадлежности жанра, которые дают читателю возможность собственно и опознать этот жанр, и поэтому постараться вычленить эти вещи и понять, что же автор хотел до читателя донести. Как правило, всякий уважающий себя автор апокалиптической литературы пишет о своих видениях как о бледных подобиях, о том, чего невозможно пересказать человеческим языком, для чего у нас просто нет лингвистического инструментария. Это тоже очень важная вещь, потому что я думаю, что все авторы подобных текстов, как Иезекииль, так и авторы книги Даниила, их тоже было по меньшей мере двое, так и автор Откровения Анны Богослова, были бы крайне шокированы, если бы они увидели, как мы в большинстве случаев пытаемся толковать их произведения. Все эти видения и образы яркие, неземные и драматичные, они именно необходимы для того, чтобы внимание читателя переключить с неподлежащих истолкованию деталей на общий смысл той вести, которую автор книги хочет засвидетельствовать. Наконец, еще может быть одна чрезвычайно важная вещь, касающаяся Откровения Анны Богослова, это в значительной степени литургический характер этой книги. Во-первых, она включает в себя, по мнению большей части исследователей, множество цитат из литургического обихода первого столетия, из тех гимнов, которые используются при совершении таинства Евхаристии, при преломлении хлеба, из тех гимнов, о которых плений младший в своем письме императору Трояну упоминает, говоря, что христиане – это те, которые собираются, чтобы воспеть песню Христу как Богу. Вот эти гимны. Евангелист Иоанн цитирует, причем делает это, насколько можно понять по тексту, как нечто совершенно естественное, как то, что должно было быть без пояснений, понятно и известно его читателям из собственного обихода. По-видимому, вообще апокалипсис является своего рода свидетельством о том, как относились к литургии христиане конца первого столетия, что они в этом видели, как они ее понимали. Это первое. Второе, касающееся той же особенности вот что. Евангелист Иоанн пишет о том, что он был в духе в день Господень, в воскресный день, день после субботы, вот он пребывал в духе, и ему было дано некое видение. С одной стороны, это ставит, конечно, книгу апокалипсису в некоторый контекст. Ряд апокалиптических произведений, где так или иначе ангел Божий восхищает автора и дает ему другую точку зрения. Был в духе или был поставлен на вершине горы, можно считать примерно одним и тем же. С другой стороны, для того времени быть в духе в день Господень вещь для христиан совершенно естественная. Действие духа, которое совершается в момент общей молитвы христиан, когда все вместе благодаря от Бога преломляют хлеб и причащаются телу и крови Иисуса Христа, это вещь, которая буквально происходит постоянно в каждой общении. И если не все, то очень многие на собственном опыте понимают, что это значит быть в духе в день Господень. И, наконец, еще с литургичностью апокалипсиса связана одна из его самых главных тем или, может быть, если хотите, та весть, которая стоит вообще за этим литературным произведением как целым, то, что, собственно, автор и хочет, чтобы читатель увидел. Это реальное присутствие Христа распятого и воскресшего в этом мире, в той самой литургии, которая совершается в христианских общинах, в том самом преломлении хлеба, это присутствие становится реальностью сегодняшнего дня. Не когда-то давно, конечно, когда-то Иисус ходил по Галилее и Иудее, когда-то был распят и когда-то воскрес, но это присутствие Христа и, следовательно, вмешательство Бога в историю этого мира происходит всякий раз, когда хлеб оказывается на престоле. Поэтому, собственно говоря, именно Агнцем и называет, как правило, его автор Откровения Анна Богослова. Последнее, что тоже важно заметить, это некоторые особенности композиции. Дело в том, что она, конечно, схематично, конечно, она содержит некоторые приёмы, вполне бросающиеся в глаза, причём раз за разом. Мы видим, как сначала в одной части книги семь ангелов, которые снимают семь печатей, всякий раз что-то происходит, что-то меняется, что-то открывается. В другой части книги семь всадников, семь чаш и так далее, когда постепенно там от всадника к всаднику, от чаши к чаше, от печати к печати какие-то вещи выявляются и происходит некоторое драматическое разрешение нарастающего кризиса. Это, во-первых, очевидный совершенно литературный приём. Во-вторых, он, в общем, был известен и востребован в апокалиптической литературе. Кроме того, чрезвычайно важно вот что. Современные толкователи, да не только современные, древние тоже, склонны полагать, что вот мы сейчас находимся между четвёртым и пятым всадником, или между третьей и четвёртой трубой, и что непременно оно всё должно идти в том хронологическом порядке, как получилось в тексте. На самом деле это, конечно, недоразумение. Недоразумение. Потому что реально вот эти схемы в семи этапах постепенно раскрывающихся каких-то вещей, они всякий раз воспроизводят одна другую, это всякий раз способ посмотреть на то же самое явление с нескольких разных точек зрения, не идентичных, но в то же время опознаваемых своей похожести. И утверждать, что одна семёрка непременно должна следовать за другой и ни в каком-нибудь другом порядке, на самом деле серьёзных оснований, конечно, нет. Вот эти повторяющиеся схемы тоже своего рода призыв к читателю по возможности обтрагироваться от деталей, увидеть общий смысл происходящего и соотнести его со своей жизнью, со своим опытом и найти ответ на свои вопросы. Поэтому тоже, я думаю, что будет, конечно, правильным сказать, что каждая эпоха заново читает апокалипсис и находит в нём что-то своё. Ну, а в дальнейшем мы уже будем с вами говорить об отдельных деталях и отдельных главах этой книги. в дальнейшем в дальнейшем в дальнейшем Продолжение следует...